всех приветствую с вами команда мохитим и сегодня хочу представить результаты проделанной работы а также ответить на некоторые часто задаваемые вопросы у sdr техники и сравнение наших моделей радиоприемников наша команда разработала и воплотила в жизнь первый российский коммерческий ddc радиоприемник на это ушел год было собрано несколько разных прототипов проделана большая работа и самое главное получен результат этой работы сейчас версия ddc запущена в производство собирается установочная партия радиоприемника с ранее заложенным аналого цифровым преобразователем ad 9649 проведены тесты еще одной версии радиоприемником ахит ddc уже с использованием отечественного аналого цифрового преобразователя mdra 1a 16 f и сделано это не только из любопытства главная цель оценка применимости и это тоже большое достижение для нашей команды сделан отдельный прототип который был собран и доказал свою работоспособность ранее этот прототип демонстрировался ссылка на видео приведена в описании многие спрашивали что такое ddc или digital downconversion цифровое преобразование вниз в чем преимущество подобных радиоприемников какие отличия есть между классическими sdr у которых радиотракт является аналогом по своей сути и sdr ddc спрашивали о сравнении моделей mohite dsp и mohite ddc также в данном видео хочу вкратце рассказать про это рассмотрим типовую структуру классического sdr радиотракта входной сигнал поступает на вход квадратурного смесителя предварительно пройдя фильтрацию с использованием диапазонных полосовых фильтров квадратурный смеситель используется для переноса входного сигнала в область 0 герц как и в классических смесителях для работы квадратурного смесителя нужен квадратурный гитера 1 обозначены на рисунке как gpd после смесителя уже перенесенный к 0 герц сигнал имеет Квадратурный вид или комплексный вид содержит компоненты I и Q, фильтруется с помощью FNC, одной из основных задач которых является подавление alias частот, выше чем половина частоты дискретизации АЦП. Если этого не сделать, то мы не сможем различить истинные и ложные сигналы при дальнейшей обработке. Далее сигнал поступает на вход АЦП, оцифровывается и передается в процессор для последующей обработки, цифровой фильтрации, демодуляции и прочих операций. Такая структура получила массовость благодаря своей доступности и простоте для самостоятельной сборки или проектирования. Минусы и особенности такого радиотракта. Первое это прием на нечетных гармониках гетеродина, частично решается качеством диапазонных полосовых фильтров, но не решается полностью. И второе критичность к дисбалансу по амплитуде и фазе сигналов I и Q. Дисбаланс приводит к появлению зеркальных или ложных каналов приема. Проблема частично решается программно-аппаратными мерами, но не устранимо полностью, и подавление зеркального канала, как правило, составляет не более 50-70 дБ. Теперь рассмотрим структуру SDR радиотракта, построенного по типу DDC. Входной сигнал, пройдя предварительную фильтрацию с использованием DPF, поступает на вход АЦП. В отличие от классических аналогов SDR, здесь используется выскочастотное АЦП. Например, частота работы АЦП для радиоприема коротких фон должна быть не менее 60 МГц. АЦП оцифровывает сигнал и передает его далее. Все остальные узлы, присутствующие в классическом аналогах SDR, присутствуют и здесь, но они являются виртуальными. Их функции выполняет ПЛИС. Несомненным преимуществом такого решения является отсутствие дисбаланса квадратурного сигнала, отсутствие традиционных для аналогов SDR паразитных каналов приема на гармониках гетеродина. Цифровые элементы физически не привносят зашумление или искажение сигнала. К минусам можно отнести высокую стоимость, сложность реализации динамического диапазона по блокированию более чем 130 дБ, хотя такие значения нужны в очень нетривиальных применениях. Высокое потребление вызвано как самим АЦП, так и большим объемом вычислений с использованием цифровых элементов в ПЛИС. Рассмотрение типов SDR проведено вкратце, с целью обозначить общие принципы. Можно рассмотреть более детально другие плюсы и минусы, но это потребует большего времени и не является целью текущего материала. Прежде чем перейти к явному сравнению характеристик радиоприемников из разных классов, давайте рассмотрим результаты тестов нашего нового образца MWAC-ITO-DDC с чипом MDRA-1A16FE. На моем канале было видео, где демонстрировалась работа реального радиоприемника. Проведены тесты для определения качества радиоприемника, его чувствительности и динамических характеристик. Результаты представлены в таблице. В основном измерения делались на коротких волнах, что ограничено измерительной базой, отсутствием второго качественного генератора. На ультракоротких волнах предстоит сделать повторные тесты, потому что текущий результат является следствием неоптимальности высокочастотных цепей под данные АЦП. Это не проблема и просто требуется подстройка некоторых номиналов. Итак, значение MDS с УВЧ не хуже, чем минус 136 dBm. Без УВЧ не хуже, чем минус 130 dBm. Динамический диапазон по блокированию не хуже, чем 118 дБ, а лучший результат 126 дБ. Динамический диапазон по индурмоделяции третьего порядка не хуже, чем 89 дБ, а лучшее значение 95 дБ. Данные результаты могут быть обусловлены не только самим АЦП, но и сложными входными цепями, которые вносят свое влияние. Цели проверить АЦП не было, была цель проверить результаты работы целого готового решения. И полученное решение имеет отличный результат для портативного устройства и в целом не хуже или сравнимо с характеристиками стационарных, профессиональных и любительских радиоприемников. Многие пользователи спрашивают про отличие характеристик радиоприемников в версии DSP и DDC. Данные радиоприемники, как писалось выше, представляют собой разные классы, и разница в некоторых характеристиках обусловлена именно этим. Результаты сравнения по основным характеристикам сведены в таблицу. В красном выделен худший результат, в сравнении голубым лучше или нейтральный. При сравнении учитывались результаты DDC версии с АЦП двух типов. Аналог девайс 1.649 и МДРА 1А16ФИ. Итак, первое. Чувствительность. Примерно одинаковая, разницы нет. Второе. Динамический диапазон по блокированию. Огромная разница в пользу DDC, обусловленных характеристиками радиоприемных трактов, а не разницей в классах радиоприемников. Практическая польза от этого. Возможное использование радиоприемника с большими антеннами и в сложной обстановке, например, когда необходимо принять слабый сигнал при наличии мешающего мощного сигнала. Динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка. Также огромная разница в пользу DDC, обусловленных характеристиками радиоприемных трактов, а не разницей в классах радиоприемников. Практическая польза от этого – отсутствие паразитных или ложных каналов приема. Диапазон частот. Он разный. Это разница в конкретных конструктивных решениях. И DDC должен догнать версию DSP за счет разрабатываемой в текущее время дополнительной платы с конвертерами. Плата в разработке. Тип антенного входа. Тут все одинаково. Приемники могут принимать сигналы как на телескопическую, так и на внешнюю антенны. Пласса обзора. Вот здесь DDC-версия. Безусловный лидер. Причем указанные цифры – это то, что уже реально получено. Побочные каналы приема. Как и писалось выше, в DDC дела обстоят лучше. Разница в классах радиоприемников. Разрядность АЦП. Детальнее остановлюсь на этой характеристике. Очень часто разрядность АЦП используется как некий рекламный ход, вводящий пользователей в заблуждение. Логично же, что чем больше, тем лучше. Но как мы можем видеть, даже 14-битный DDC по динамике лучше, чем 16-битный DSP. И вот почему так происходит. Для классических или аналоговых СДР важна не только разрядность АЦП, но и характеристики радиотракта перед АЦП. Если в серию Малахит DSP поставить 24- или 32-битный АЦП, то от этого радиоприемники лучше не станут. Чип MSI-001 этого не даст сделать, и в данном случае это ограничивающее звено. Поэтому нужно внимательно анализировать структуру радиоприемных устройств и избегать рекламных ходов, вводящих в заблуждение. Много-бит это, конечно, хорошо, но и про место установки АЦП забывать не стоит, так как основные характеристики радиоприемников особенно определяются первыми входными каскадами. Следующая характеристика – габаритные размеры. Тут всё одинаково, унификация. По аудиовыходу тоже всё одинаково, унификация. По подключению к PC. А вот тут большая разница в пользу DDC. Применён более скоростной тип интерфейса USB. Ширина квадратуры увеличена почти до 2 МГц. Кроме того, в программе Quisk есть возможность смотреть спектр до 38 МГц на фоне радиоприема. Потребляемая мощность. Энергопотребление – это не сильная сторона DDC, цифровая техника кушает много. В сравнении нет ещё одной характеристики – цены. Для DDC она заметно выше, что обусловлено стоимостью компонент. В заключении отмечу следующее. Разработан и собран первый коммерческий российский автономный DDC радиоприемник. При этом в радиоприемнике впервые применён российский аналого-цифровой преобразователь МДРА-1А16ФИ, что само по себе достижение для нашей команды. На разработку DDC ушёл примерно год. Не всё работало так, как мы хотели или предполагали. Тесты и решения с использованием от АЦП МДРА-1А16ФИ показали хороший результат по динамическим характеристикам. АЦП оказался лучше, чем АЦП от Analog Device от D9649, и в целом характеристики как минимум хорошие. Конечно же, будут более подробные видео с работой МАЛАХИД-DDC в разных условиях, всему своё время. По состоянию с DDC. Мы вышли из стадии ранних прототипов, и сейчас большая установочная партия находится в стадии производства. Экземпляры из данной партии будут направлены бета-тестером. К сожалению, экземпляры из данной партии уже все распределены. Спасибо за внимание. С вами была команда МАЛАХИТИМ. Роман-6 Дмитрий Анна Николаев, Владимир Гордиенко. Роман-6 Дмитрий Центр, Игрик, Вадим Бурлаков. Я, радиознак 9, Сапля Иван Михаил, Георгий Яцук и Игорь Науменко. Роман-6 Дмитрий Центр, Игрик, Вадим Бурлаков.